Что возмутило жителей города Усолье? Они объявили о том, что будет создано предприятие по переработке самых высоко опасных отходов первого и второго класса опасности, и туда будут свозиться отходы с восточной части Российской Федерации. Никто не спросил жителей города Усолье. И, конечно, жители возмутились, инициаторы быстренько собрали 7,5 тысяч подписей, обратились к президенту и высказали свою позицию. Затем представители власти начали отрабатывать назад и говорить о том, что да нет, они так не говорили, да нет, значит, никто свозить отходы не будет, то есть стали отходить назад. Но это вот такое поведение, оно вызвало очень серьезные подозрения у жителей города, и они для того, чтобы подстраховаться, для того, чтобы принять решение высшим органам это референдумом, они приняли решение о том, чтобы референдум провести, чтобы не свозить в город эти отходы из других территорий. Мы понимали, что будет очень серьезное противодействие, различное, юридическое, там, значит, какое-то давление будет оказано через средства массовой информации и так далее. И, собственно, это и происходит. Инициативная группа была зарегистрирована, она была создана, зарегистрирована, и территориальной окружной, территориальной комиссией, она была зарегистрирована. И после этого, как мы и предполагали, начались разного рода препятствия. Вот сегодня подготовлено решение городской думы о том, что, оно так и называется, о соответствии, значит, того вопроса, который там указан в решении инициативной группы, значит, полномочием городского уровня. И мы уже понимаем, что, значит, будет решение принято большинством представителей Единой России, представителей сегодняшнего правящего режима, что большинством они постараются не принять решение на основе того, что это не соответствует, что жители города не могут сами решить, свозить к ним отходы из других территорий или не могут свозить. Значит, естественно, что наши депутаты, представители, истинные представители людей, народа, жители города Усоли, они будут выступать против. Но сегодня там избрана такая дума, что большинство у представителей правящего режима, представителей Единой России, они забаллотируют это решение. Конечно, останавливаться нельзя. Вот то, что они сегодня, с одной стороны, сказали, что будем свозить, потом сказали, да нет, они не говорили, что отказываются, и сегодня принимают решение, что не соответствует этот вот вопрос, который у инициаторов был, значит, зафиксирован. Это вызывает и наталкивает на еще большие подозрения. Если вы и так против того, чтобы свозили отходы высоко токсичные, ну, так вы дайте возможность для того, чтобы люди приняли решение, сказали свою позицию. А если вы начинаете выкручиваться, начинаете протестовать, противоречить, не давать, значит, у вас где-то совсем другие мысли. Поэтому мой, конечно, совет, моя рекомендация жителям города продолжать эту борьбу, которую мы поддерживаем. Значит, нужно сформулировать юридически так этот вопрос, чтобы понятно было, что нельзя свозить высоко опасные отходы, но чтобы это соответствовало сегодняшнему законодательству. Такая юридическая возможность есть, и я думаю, что мы эту борьбу вместе с жителями города продолжим. Сегодня настоящей партией в Российской Федерации является только КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Я думаю, что любой маломальский образованный человек может про, значит, это мою мысль, мою фразу проанализировать. Есть ли признаки самостоятельной партии Единой России? Когда им на съезде вытаскивают из кармана, говорят, вы будете вот этих издвигать, а они выдвигают в Думу, и они, значит, вместе со всеми остальными слушают, а что же они должны будут делать. Партия не самостоятельная абсолютно, им говорят и указывают, что нужно делать. И все остальные. Есть где-то лидеры, где-то люди, которые, ну так скажем, поддерживают финансовые эти партии, и они определяют, что делать, когда делать, с кем идти и так далее. Поэтому другие партии, которые не самостоятельны, не принимают решение самостоятельно участвовать в какой-то выборной кампании, кого-то поддерживать, кого-то выдвигать, они не получили от своих хозяев такое одобрение, чтобы они, значит, в эту кампанию ввязывались. А мы обсудили с городским комитетом партии, с нашей партийной организацией на уровне областного комитета, послушали общественников, экологов, жителей города Уссолья и самостоятельно приняли поддерживать эту позицию и поддерживать и политическими разными другими способами. И наши товарищи активно в этом участвуют. Ну, например, Ахмадуллин Андрей Фанисович, который является нашим кандидатом в Государственную думу по этому округу, по Ангарскому, куда и город Уссолья входит, он активно помогает жителям все-таки отстоять свои права.